Сколько вам лет? Ой, много. 82. Ну как же вы с 82 года коров пасли? Как у вас сил хватало? Да вот и сейчас хватает, нога мучает. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Валентина Чагадаева поражает энергией и жизнелюбием. Так получилось, что женщина проживала в приграничном селе Сакен в Сарае. Ее пустили туда в обмен на то, что она будет присматривать за скотом. В феврале этого года женщина упала и сломала бедро. Я зашла в сарай, коров раздала. Телочка маленькая запуталась в веревку. Ну она не маленькая такая. Я хотела ножку ей поднять. Она меня, вот так я только нагнулась, как бы она меня ударила, как полетела на пол и на это колено разбила ногу. А кто вам помог добраться? Я, да, соседка, выгоняла телят. Я еле выползла на руках, я не ходила. Я кричу, роза, 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 она прибежала. Снег шел, она меня вытащила с сарая. Мои эти ребята, пограничники, пришли. Они наложили мне ламет сразу. Один там брат с них, мальчик, и Максим, такие хорошие, они ее к мне принесли. Неравнодушные люди обратились в Центр правозащиты российских граждан Абхазии с просьбой помочь Валентине Федоровне. Сложность заключалась не только в транспортной доступности места жительства Валентины Чагадаевой, но и в отсутствии у нее документов. Никакого гражданства, кроме советского, у женщины нет. Конечно, Валентина Федоровна не всегда жила в сарае. Ее муж был офицером советской армии. По долгу службы семья жила в разных городах и странах. После его смерти и распада СССР женщина лишилась и жилья, и работы. Удалось поместить ее в госпиталь, военный госпиталь. Кстати, пользуясь случаем, я действительно хочу поблагодарить руководство госпиталя Алиаса Джинджолия в том, что они отнеслись к бабушке, которая на самом деле не имеет родственников никого. И весь коллектив настолько отнеслись с пониманием, с душой, с сердцем. Удалось ее устроить в дом престарелых, но благодаря Александру Золотинсковичу я хочу поблагодарить его за открытость, за то, что он помог в такие маленькие сроки устроить и помочь в этой нестандартной ситуации. Говорят же, мир не без добрых людей. Их усилиями Валентине Федоровне была проведена операция, и уже после ее поместили в дом престарелых в Сухуме. Детей не было у нее, и родственники отсутствуют. Прямо незамедлительно откликнулся глава администрации Гулрыбского района Саид Харазия. Сказал в любое время обращаться по любому вопросу, что касается здоровья бабулечки нашей Валентины Федоровны. И дом Москвы принял активное участие, часто приходили, проведывали. Центр правозащиты прорабатывает возможность оформления Валентине Чагадаевой необходимых документов и социальных выплат. На данный момент женщина обеспечена всем необходимым.